Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Бродовиков и кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Миссионерского института Екатеринбургской епархии Евгений Викторович Тренин. Евгений Викторович, добрый вечер, спасибо, что сегодня соучаствуете нам в этой программе. Дорогие друзья, предлагаем такую тему для обсуждения. Представьте себе ситуацию, когда права ваши и близкого вам человека нарушены. Будете ли вы обращаться в компетентные органы, суд, полицию, прокуратуру или администрацию, и приходилось ли вам это делать? Или, как говорится, на все воля Божья и Бог всему судья. Ну, в общем, о защите прав человека мы сегодня и поговорим. Ждем ваши честные мнения. Вы можете писать нам в социальной сети ВКонтакте, а также по телефону. Звоните 379-65-70, код Екатеринбурга. Ну, начнем нашу сегодняшнюю программу с небольшого сообщения с берлинской епархии. 11 сентября на 64-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко господу архиепископ Берлинский и германский Феофан Галинский. Об этом сообщает сайт patriarchy.ru. Вся жизнь владыки Феофана была примером жертвенного служения Богу и церкви. Владыка родился в 1954 году на Украине, но большая часть его жизни протекала вдали от Родины. В 1988 году он был назначен настоятелем подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах в начале 1991 года временным управляющим Берлинской и Лейпцигской епархией, а позже переведен на Берлинскую кафедру и избран правящим архиереем. Период служения архиепископа Феофана в Германии пришелся на непростое время. После объединения страны в 1991 году в ФРГ приехали миллионы мигрантов из стран бывшего СССР. Многие из них были воспитаны в православии и пополнили число приходов прихожан храмов Берлинской епархии. Для остальных Русская Православная Церковь стала духовным домом, связующей нитью с покинутой отчизной. Перед Бадыкой стали задачи создания новых церковных общин, подготовки духовенства, налаживания приходской жизни. Однако свою основную и главную задачу архиепископ Феофан видел в том, чтобы дать людям Христа, как сказал он в одном из интервью. За 25 лет архипастерского служения в Ладыкиной Берлинской кафедре были подготовлены и рукоположены десятки священников, а число приходов превысило сотню. Как отметил председатель Православной епископской конференции Германии, митрополит Германский Августин, то, что количество православных христиан в ФРГ, которых в начале 90-х годов прошлого века здесь практически не было, насчитывает сегодня 2,5 миллиона человек, стало возможно благодаря таким людям, как Владыка Феофан. За ревностное служение церкви архиепископ Феофан был удостоен высоких церковных и государственных наград. В последние месяцы Владыка сильно болел, но и в этом состоянии, страдая физически, он находил в себе силы для общения с посетителями, утешал, подбадривал их, призывал не отчаиваться и внушал надежду. Отпевание архиепископа Феофана состоится 14 сентября по окончании Божественной Литургии в Воскресенском соборе Берлина. Согласно последней воле Владыки, он будет погребен на русском православном кладбище в Телеге. Царство ему небесного. Евгений Викторович, тема защиты прав человека, она с запада все-таки к нам веет. И то, что в нашем обществе в последнее время так много об этом говорят, это и те процессы, которые существуют сегодня в Европейском суде по правам человека, и так называемая ювенальная юстиция, которая постепенно к нам пробирается. Защита прав человека. Насколько важно вообще знать свои права? Насколько важно бороться за них и, в общем-то, обращаться в те органы, которые могут в этом помочь? Ну, действительно, права человека пришла сама эта теория к нам с запада. Но, значит, в последнее время с запада же к нам пришла, можно сказать, антитеория прав человека. То есть, когда, собственно говоря, права человека отделяются от самого человека. А когда это происходит, вы, уважаемые друзья, сами понимаете, что приходит к неким извращениям даже такого рода, как, например, автаназии. То есть, право человека на смерть. Такое право, пускай, человеку не дано, нашим Господом. Вот. Он даёт нам жизнь, он её у нас и забирает. Вот. Но, значит, у нас сегодня в ряде стран прямо организован, ну, такой туризм. Можно, если так сказать, в кавычках, естественно, когда люди специально ездят, например, в Швейцарию для того, чтобы сладко умереть, как они говорят. Реклама даже есть. Что касается прав человека, реальных прав человека, то их, безусловно, нужно знать. Вот. Нужно ими пользоваться. Свои права нужно защищать. И очень активно защищать. По той простой причине, что если вы не будете отстаивать своих прав в нашем антагонистическом обществе, то это может привести просто к умолению вашего социального статуса. И, ну, даже очень много выходит отсюда социально деклассированных элементов в силу того, что они перестают, так сказать, действительно уже, ну, бороться даже за своё достоинство человеческое. А ведь права человека — это выражение божественной свободы, которая нам дарована Господом и, значит, от которой мы не можем, в общем-то, отказываться. Мы должны этой божественной, так сказать, божественному замыслу, мы должны содействовать и в этом направлении, значит, трудиться. Евгений Викторович, у нас есть первый звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вечер, Евгений. Евгений Александрович, здравствуйте. Мы вас слушаем. Да я тоже считаю так же, как ваш гость. Бог же не должен спасать человека, если человек сам этого не хочет. А уповать на волю Божью, надо хотя бы заявление написать, а потом уже уповать на волю Божью. Но дело в том, что есть ещё проблема такая с судами. У нас судьи, как все в Евангелии, «Бога не боюсь, людей не стыжусь». Поэтому права там добиться очень тяжело. Вот в этом главная проблема. Обращаться надо, конечно. Спасибо, Евгений Александрович, мы вас услышали. Как-то не вопрос, это скорее реплика, конечно. Но здесь вопросы не задают, здесь все рассказывают своё ощущение и своё понимание. Но как вы считаете, а вот разница между тем случаем, когда человек начинает писать обо всём, что видит, здесь его не так встретили, здесь нет пандуса и так далее, в разные компетентные органы, рассылая, знаете, бывают такие письма, где в шапке указаны президенту, администрации президента, губернатору, мэру и так далее. И, в общем-то, во все инстанции это дело рассылается, которое уже похоже не на желание человека побороться за какую-то справедливость, а на желание человека просто что-то написать и о чём-то возмутиться. И вот тем состоянием, когда к этому относятся по-пустительски. Где вот эта грань? Значит, вот те случаи, о которых вы сказали, это классический пример злоупотребления правом. Вот опять это явление к нам пришло, опять же, оттуда, откуда к нам почти всё и приходит. Западной Европы, когда знаете хрестоматийный пример, его знают все, все студенты ученических вузов точно, что все всегда преподаватели на курсе введения специальной селектеории государства и права рассказывают пример, когда бабушка Виталий постирала свою кошку в стиральной машине. Значит, естественно, кошка погибла, она обратилась в суд и выиграла очень крупную сумму, я точно её не помню, но она измерялась десятками тысяч евро, потому что фирма, производящая стиральные машины, не указала, что животных стирать нельзя в стиральных машинах. Конечно, это злоупотребление правом. Здесь, может быть, присутствуют какие-то мотивы и пиара, и мотивы, значит, ну, может быть, даже и душевной болезни. И такие случаи, к сожалению, в практике правоохранительных органов случаются. Вот я советую обращаться за защитой, за реальной защитой своих прав, во-первых, в правоохранительные органы, если вы там не находите ответа на свой вопрос, всегда есть прокуратура, это орган, который надзирает за единообразным соблюдением законов на всей территории Российской Федерации, и можно туда пожаловаться, на правоохранительные органы уже, можно обратиться, конечно, и в правозащитные организации, но там тоже есть определенный момент сложности, связанный с тем, что они очень часто манипулируют тоже человеком, тоже надо быть осторожным с ними, тем более некоторые из них являются иностранными агентами, вот, НКО зарубежное. Ну и, конечно, самый эффективный способ защиты своих прав, это, конечно, судебная защита, наиболее эффективная, но, прямо скажем, что она, конечно, немножко дорогая, вот, для того, чтобы качественно защитить свои права, нужны иметь очень серьезные финансовые ресурсы в суде. Ну да, и речь идет о том, что не само обращение в суд является платным, да, так скажем? Ну, понятно, там какие-то госпошлины, но это по сравнению с ценой окончательной, это как бы не то. А речь идет все-таки о представительстве, о том, что каждый человек, ну, все равно должен знать процессуальное законодательство и те нормы, на которые он будет опираться в дальнейшем. Ну, знать-то ему, может, и не обязательно процессуальное законодательство, это как бы адвокат его будет знать, но... Нет, я имею в виду, что ему нужно это знать в случае, если он сам туда соберется идти. Безусловно, все должны знать, что защита, судебная защита, качественно, особенно вот по серьезным гражданским делам, которые в арбитражных судах, значит, и в гражданских коллегиях, значит, судов общей юрисдикции рассматриваются, это очень дорогостоящие процедуры. Вот вы в начале программы говорили о том, что права человека, они достаточно часто в современном обществе подменяются, разделяются права и разделяется человек, да? Две разные, так сказать, стороны. И вот привели пример эвтаназии, да, действительно, когда у человека отбирают жизнь искусственным путем. Да, человека нет, он отказывается от жизни, а право у него есть умереть. Еще одним из таких примеров, которые тоже в нашем современном обществе вызывают негодование, это пример убийства ребенка во чреве матери. Право женщины сделать аборт, хотя подтверждено, что с момента, как только появляется эмбрион, то это уже живой человек, и это уже живая душа, которая может отойти в мир иной только, опять-таки, по воле Бога, но не по воле какого-то врача, который по каким-то показаниям это может сделать. Да, есть такая проблема. Но, кстати, вот юристы очень серьезно эту тему рассматривают, юристы и врачи тоже. И, в общем-то, есть три категории стран, где, значит, к этому подходы различные. Есть подход такой, что жизнь начинается с момента рождения, отсюда право на жизнь возникает от человека с момента рождения, вот России, например, нашей. В ряде стран, значит, с момента обнаружения, биения сердца плода в утробе матери, уже этот человек имеет права, и, допустим, если отец, не дай Бог, с ним что-то случается, погибает, он уже обладает правом наследования имущества такого отца, хотя он еще не родился, вот этот человек. Вот, но, значит, есть где с момента как бы зачатия, но сам момент зачатия определить крайне трудно. Вот в этом есть тоже медицинская, юридическая проблема. Но, в целом, конечно, мы, исходя из заповедей нашего Господа, должны, конечно, твердо стоять на тех позициях, что жизнь человека священна, и, значит, аборты, если, по крайней мере, сейчас трудно их запретить, то хотя бы, значит, вывести их вот из обязательного медицинского страхования. Что я, вот, например, не хочу платить свои деньги. Чтобы все налогоплательщики не участвовали в этом масштабе. Совершенно верно, да, за то, что женщины будут убивать свои детей. А как вы считаете, ну, вообще, в принципе, тема абортов, она появилась законодательно закрепленно не так давно, в общем-то, в прошлом веке. А как вы считаете, вообще, возможно сейчас их запретить? Ну, так, если порассуждать. С моей точки зрения сейчас нереально, по той простой причине, что, к сожалению, не хватает пока веса, веса не хватает вот той консервативной традиционалистской части общества, которая у нас выступает за это, ей не хватает веса. То есть то, что мы утратили сто лет назад, когда традиционалисты, монархисты были, консерваторы были доминирующей силой социальной, и тогда эти вопросы решались на ура. Сегодня эти вопросы так не решить, потому что позиция очень серьезно всем этим планам существует, и располагающаясь серьезными ресурсами финансовыми, гуманитарными и другими. Поэтому сейчас уже хотя бы начать с маленького шага и вывести их из обязательного медицинского страхования. Это будет уже большая, крупная победа, и все православные люди должны на это работать. — Евгений Викторович, в Миссионерском институте Екатеринбургской епархии вы преподаете такие дисциплины, как основы миссионерской деятельности и государственное законодательство о религии. Кулеш, мы все-таки пригласили вас совершенно не случайно. До 30 сентября в Миссионерском институте продлен набор на получение высшего образования. Подробности можно узнать на сайте уральскийдефисмиссионер.ру или по телефону 269-3036. Это приемная комиссия. Расскажите о тех дисциплинах, которые вы преподаете. — Ну, набор у нас осуществляется, продолжается набор осуществляться до 30 сентября на заводченное отделение. Обучение абсолютно бесплатное. Люди могут там ответить себе на те вопросы, которые стоят перед каждым из нас в нашей жизни. Те, кто у нас учатся, они, как правило, находят ответы на эти вопросы. Поэтому я всем рекомендую поступать в наш институт и учиться. Что касается дисциплин, там масса дисциплин преподается. Вот я веду законодательство о религии государственной. Это такой предмет, который, в общем-то, рассказывает о свободе совести в Российской Федерации, о миссионерской деятельности, как ее осуществлять правильно, чтобы не попасться под некоторые статьи Уголовного кодекса, которые недавно появились. Ну и основы миссионерской деятельности. Здесь включает за себя и история миссионеров, миссионерство вообще, общехристианское, и история миссионерства на Руси. Значит, и ведущиеся миссионеры, их, так сказать, опыт, который, так сказать, вот помогает нам в общении с людьми, чтобы они приобщались тоже, значит, к нашим истинам, к нашей истине, к нашим идеалам. Вот так вот, коротко, если сказать. Дорогие друзья, в общем, подробности об обучении в миссионерском институте и тех остальных дисциплинах, которые там преподаются, уральский дефисмиссионер.ру, телефон приемной комиссии 269-30-36, код Екатеринбурга 343. С ведущим сегодня в этой программе был старший научный сотрудник миссионерского института, кандидат юридических наук Евгений Викторович Тренин. Евгений Викторович, поблагодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо всем, кто смотрел эту программу, тем, кто в ней принял участие. И до встречи в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова